Нитана, Махабару, датю, пытались Sagittarius Нитана – Нитана, Один Баграва Датю, Датю, Махабару, Датю, Датю... Неверно, Датю. Через Водолом, как раз, Датю. Датю, Датю. Датю – Датю – Кришна. Магадач, попросу, чтобы я вам рассказала историю, лежавшей в основе этой песни, откуда произошел этот баджан. Здесь поется, как в доме Гауридаса Пандита Нитянанда и Чайтаня Махаправу. Что же там было? В Амбикакалме есть дом Гауридаса Пандита, и там стоят очень чудные божества, красивые, высокие божества Нитянанды Прабу и Махаправу. И они удивительным образом там только открываются на какой-то момент и сразу через минуту закрывают, чтобы долго не показывать эти божества. И они стоят высокого роста. Вот как Чайтаня Махаправу был под два метра роста, вот такие вот высокие, красивые божества там стоят. Что же тогда было? Откуда они появились? Однажды, 500 лет назад, Гауридасу Пандиту, Гауридасу Пандиту пришли в гости Чайтаня Махаправу и Нитянанды Прабу. И Гауридас, кто такой Гауридас? Гауридас это друг Кришны Субал, который пришел как Гауридас. И конечно же он всем сердцем любит Кришну, он просто не хотел их выпускать. Он целыми днями только делал, что готовил для них разные блюда. А когда Нитянанды и Махаправу говорили, ну все, Гауридас, нам нужно возвращаться, он говорил, нет, завтра, говорит. Каждый день он спрашивает, нет, завтра, говорит, поедете. И каждый день это было на завтра, на завтра, на завтра. Дни уже проходили. И в конце концов Махаправу сделал сам лично божества, копия его и копия Нитянанды. Он говорит, вот, слушай, ты готовь свои вкусные блюда, мы у тебя через эти мурти будем принимать. Все, что ты будешь готовить, мы будем есть таким образом. И тебе хорошо, и нам хорошо, мы можем уйти. Гауридас сказал, нет, этого недостаточно. Я хочу, чтобы вы тут остались. И тогда, сказав это, божества ожили и пошли. А наоборот Махаправу и Нитянанды застыли как божества. Получилось, и тогда Гауридас бросился в селе за этими божествами. Он говорит, нет, вы стойте. Вот те, вот те, как бы могут идти, а вы стойте. И тогда эти застыли и наоборот ожили и Нитянанды Махаправу тоже пошли. Нет, говорит, побежал Гауридас по низу, вы тоже стойте. Никуда вы не пойдете. И вы стойте, и вы стойте. Но в конце концов Махаправу говорил о том, что нет разницы. Эта история показывает о том, что нет разницы между божествами, когда это настоящие божества, и самими личностями. Махаправу даже через них принимает все, что мы для него готовим. Я сказал, что нет разницы между деятами и Нитянанды Махаправу. Они принимают все, что мы готовим. Какое еще хотите, чтобы Бхаджин спели? Анандаканда. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Именно поэтому Иснартанка Смепат главным образом открывает науку о взаимоотношениях, поэтому его называют самбандачарем. И его имя его название Санатана. Санатана означает, что он единый. Он был предыдущим, он был предыдущим, он был предыдущим, он был предыдущим, он был предыдущим. Он был предыдущим, он был предыдущим, он был предыдущим, он был предыдущим, он был предыдущим. Неслучайные имена нашей Госвами, они несут в себе глубокий смысл, сами имена подсказывают о миссии каждого. Например, Шила Санатана Госвами Патна называют Санатана. Санатана обозначает вечный. Мы все стремимся к вечности, мы все стремимся к вечной жизни. Именно Санатана Госвами Патна это указывает. Да. Да. Мы слушаем это. Санатана Госвами, он был предыдущим, он был предыдущим. Он был предыдущим, он был предыдущим. Он был предыдущим. Он был предыдущим, он был предыдущим. У него был предыдущим суда-то, он был предыдущим, он storing надеялись к его просакам, и он был предыдущим 옛날 к spiritualросу. А кто такой этот Снады Нагасвами? Это далеко не простой человек был 500 лет назад. Он занимал должность премьер-министра в стране. Это очень высокая должность с очень большими флотальными возможностями. Но он еще и занимался, жил духовной жизнью, занимался баджином. И в своем баджине он черпал особую сладость, духовную сладость, расу, с которой не может сравниться никакие виды сладости этого материального мира. Если человек вкусит божественную сладость, то все остальное ему показаться безвкусным. Шива Санта Нагасвами Упад черпал эту божественную сладость. В Индии, в Индии, в Индии, в Индии, украин仔, и украинские всех последний и как аналог ott, и сколько востребован, он доверяет этотójчак корресплатно, хотя он скрывал eyeANGunden, и он отправил тому подобное место. Он, наверное, контракт, Краснодар PC, всего лишь наил trouble 이쪽 тет. А я так важный пост. пост премьер-министр в стране платят большие-большие деньги, большие-большие взятки, проходят большие-большие политические войны. А Шила Санатана Гасвами под наоборот. Он платил большие-большие деньги для того, чтобы оставить такой пост. Шриш, они имеют два братья. Один из Шанатана Гасвами, один из Рупа Гасвами. Другие братья, которые служили к этому киму. Один из премьер-министр и один из финансового секретаря. Рупа Гасвами, before He left this job, He didn't wait, He left this job and ran to Brindavan. And now this king, you know, the king, they are thinking they are two brothers. Рупа Гасвами, Санатана Гасвами, two hands, one right hand, one left hand. If you are not hand, you are useless, meaning this king never doing anything. The two brothers, everything, look after the kingdom. Now one brother already left. Now, Санатана Гасвами, He also left this job and go to Brindavan to Mahajana. Что там произошло? Их было два брата. Я хочу, чтобы вы не просто послушали эту историю, а потом мне ее пересказали. Итак, их было два брата, Шри Рупа и Шри Санатана Гасвами Пат. И оба славились своей разумностью, своей мудростью, своим интеллектом. Старший брат Шри Санатана Гасвами Пат являлся правой рукой царя в стране на должности премьер-министра. Фактически всем управлением страны занимался именно он. А никто не был другой. Во всех сферах деятельности. А его брат Шри Рупа, впоследствии как его было названо, был финансовым министром. Те, кто заведовал всеми финансами в стране. Когда они встречают Чайтаню Махапрабу, тогда Шри Рупа Гасвами позволяет себе просто сбежать из страны. Несмотря на то, что имеет такой высокий пост. Но этого невозможно с премьер-министром. Просто вот так сбежать невозможно. И сначала остается Шри Санатана Гасвами Пат, который тоже желает поскорее оставить все это мирское, тяготы и время, и уйти заниматься бажаном во вриндавани. Да, сейчас Шри Санатана Гасвами тоже хочет жить в этом работе. Потом он думает, что если этот Рой становится встать мне, это самое лучшее. Потом он говорит мне, что это работа. Поэтому он делает какие-то excuses. Что делает? Махапрабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб И когда доктор приехал, они увидели, что в пандиты, эти пандиты, эти депутаты, и обучили с Сримад-Бхагавад-катх. Доктор сказал к этому Руну, «О, Руну, вы не обучаете». Он сделал несколько искусств. Когда я иду, они обучают, и они обучают кирт, и они очень счастливы. Шила Саната Нагасамипад просто не пришел на должность. Он просто не пришел на работу. И сказавшись о том, что он болен, и тогда царь, разволновавшись, отправляет туда своего царского лекаря. И лекарь видит, придя домой, премьер-министр, он видит, что тот совершенно не болит. У него в доме сидят много вачнавов, они все поглощены их харикатхой, совершают харикирт, он очень счастливый там. И недоуменный лекарь возвращается и говорит, «Да нет, ваш премьер-министр в здравии находится». Просто у них там харикатха идет, харикирт. Тогда этот доктор пришел и дал сообщение к курицу. Я видел, что он не имеет болезни. Они были очень счастливы, и обучали харикатху. Потом, когда он слышал это, он сказал, что он не имеет болезни. Он сказал, что он не имеет болезни. Brother brother, younger brother, so how matelier my kingdom., then Sanathana goes telling, Excuse me, it's not possible, I can do your job, I can do, I can go to fazer б flowers. Then this king, you know, put to jail to Sanathana Goswami, yeah, and he go to Urisad, can stay in jail, then this R troubo Goswami, he sent one letter, but this letter out side listening, но внутри есть еще один милинг. И этот милинг говорит, «О, Брадарь, сегодня вы можете попробовать. В любом случае вы пришли к Стричатана Махапрабху». И этот милинг говорит, «О, Рам, Чадра тоже рули Айодхиа». Где Рам, где Айодхиа? Когда Кришна тоже came, Он тоже рули Дварга. Где Дварга, где Кришна, и так много, больших, больших kings, они приехали и рули. После этого они оставили этот милинг. Это милинг. Это милинг. Это милинг. Все это закончилось. Так что вы думаете, что когда кто-то умер, этот милинг, он никогда не взял ни нидеры, ни нидеры, ни нидеры. Он оставил все. Все, что мы делали в Бхазан, только эти вещи у нас. И человеческая жизнь только для Бхазана, а не для этой материальной войны. Так что, как можно было, я оставил несколько денег для кого-то. Если возможно, я оставил этот милинг. желткипер, anyhow, dry, left everything and kept the state in order. И когда лекарь доложил царю о том, что премьер-министр в здравии, но просто не желает служить на своей должности, то царь сам лично отправился к нему в покое. И сначала он стал его уговаривать. Он говорил, я же тебя люблю, как моего младшего брата. Сначала принялся говорить он, ты же моя правая рука. Твой брат уже избежал и оставил меня. Я же не смогу без вас управлять этой страной. Вы мне нужны, вы мой брат, вы все для меня. И тогда царь из страха, что действительно потеряет своего премьер-министра, он сажает его в тюрьму, чтобы тот, вероятно, передумал, помучался немножко, но передумал, вспомнил о своих прелестях и роскоши, которые он имел. А сам отправился на войну в Арису. И туда доходит послание от его брата, Щерупа Госвами, который уже сбежал во Вриндаван со своего великого поста. Он иносказательно объясняет санатами Госвами Патч, чтобы тот больше не мешкал. Нужно обязательно как можно скорее оставить это и сбежать. Тоже так и вон во Вриндаван. Насколько легко убежать от царя. Который правит страной. Можно ли такое вообще? И Иерупа Госвами говорит, я оставил много денег, там было около десяти тысяч золотых монет. Говорит, я оставил как раз на такой случай. Тебе их передадут. Заплати их начальнику тюрьмы, и это будет возможно. Иерупа Госвами насказательно в своем послании говорил, брат мой не мешкай, пожалуйста, потому что вспомни, был Господь Рама, была Айодха, где она сейчас? Был Кришна, был Дварака, где они сейчас? Были цари, великие цари, где они сейчас? Все это кинет, как канут в лето. Все это придет в прах. Все это будет уничтожено. В этом материальном мире ничего не имеет смысла. Все равно потом иголки с собой не заберешь. Да. Когда Санатана Госвами получил эту книгу, теперь он оставил эту тюрьму и вышел. Теперь он сказал этой тюрьму, «О, когда я получил эту тюрьму, я получил эту тюрьму, что я получил это хорошо для вас, но теперь он тоже делает это хорошо для меня. Я получил эту тюрьму, но я не могу оставить вас, который он получил эту тюрьму. И он получил пять тысяч долларов. Он получил эту тюрьму, так что мне затратил эту тюрьму, Я не могу закончить ему. Думаю, они мне не нужны. Мне надо делать любую работу. Достаточно. Потом мне можно сказать, что он будет мне так. А до конца. А до конца года он вам почастный. Он мне ещё ничего не Totally. Я вас рада, что он Пришёл в туалет. Ты мне его往 дочалить. Если где-то, где-то я приезжаю в Ганжесе. Когда я ссор. Я не знаю. Так много. Так много в криптах. Но я не знаю. Может быть. Я не знаю. Но я ориентировал. Но я достал этого полтора. И Шива Санатан Гасвайопад начал разговаривать с начальником тюрьмы. Он говорит, послушай, дорогой, ты ведь помнишь, как ты получил этот пост? Это ведь я тебе его дал. Это ведь большой, большой, важный был пост. Говорит, ну я же для тебя тогда помог, ну ты помоги мне, выручи меня тоже. А этот начальник, он бы и рад был, но говорит, вы же понимаете, он царь, он может меня лишить не только положения, он может меня лишить и жизни тогда, если я отпущу вас. И тогда Санатан Гасвайопад уже стал использовать прием. Он выложил перед ним, говорит, я тебе дам пять тысяч золотых монет. Эти головы-то. Прямо золотых монет, не позолоченных, а золотых монет. И когда начальник тюрьмы, он увидел эти пять тысяч золотых монет, он, он, у него, он еще больше захотел это сделать. Но продать свою жизнь за пять тысяч, его бы царь просто убил. Говорит, ну а как же, ведь он меня убьет, семью мою покалечит. И тогда Санатан Гасвайопад говорит, положил еще две тысячи, еще положил две тысячи. И в итоге перед ним было десять тысяч золотых монет. Что такое десять тысяч золотых монет? Это значит работать не то, что тебе работать не нужно больше вообще. Не нужно работать нескольким твоим будущим поколением для того, чтобы это все израсходовать. Будешь жить просто абсолютно свободно. И вот тут начальник уже, у него просто слюньки потекли, глянь на всю эту груду денег. И Санатан Гасвайопад еще предложил абсолютно беспроигрышный вариант. Говорит, ты меня каждый день выводишь на прогулку. У нас рядом ганга. Скажи, что я попросился в туалет и потом прыгнул в гангу. Ты же видишь, какое у нас там сильное течение ганги. После него никто не выживает. Скажи, что я туда запрыгнул, и как мы его только потом не искали, мы уже его не нашли. А я тебе клянусь, больше никогда не появлюсь. Обо мне никто больше не услышит. Поэтому у тебя бескрожный вариант. Ты станешь богатым, и никаких проблем у тебя не будет. А потом его уход. Помните эту историю? Кто помнит? Что случилось дальше? Есть зеркандра. Ты понимаешь что-то? Я рассказывал эту историю в прошлой лет. Вы знаете, Амал? Эту историю... Амал помнит Прабху. Я не помню, Сапфу. Нестория? Еген, еген. Еген. Еген, еген. Еген, еген. Еген, еген. Вы можете сказать, что они читали все эти времена в Бхазнава. И когда читали эти времена в Бхазнава, изглес��eronjets, во всех этих своё духов床, u как本当の overhead первенство, на самом деле, Бхазнава, Пандитbat, каждый день, что вы можете изучить, что MORE интересуют праздник. Учтrey, всегда, все эти copy о dej?... И когда вы entsprechend слушаете праздник, comprar zdrow, дажеれる частьстрем pelvis, он Др Superior Дреца д aula всеми там. Но они приведут к нам, как к бхазану. Когда читая это в прошлом году, то бхазан становится очень сильным. Но в прошлом году в Бхазанхове было очень много教ений, очень много教ений, очень много教ений. И он всегда говорил, что я хочу слушать о жизнеописании вайшнам. Почему? Потому что на самом деле очень и очень полезно, это самое полезное для нас. Много уроков там содержится. И каждый день пытайтесь рассказывать каждый день кому-то рассказывать об этом. Дело в том, что именно практика определит наше настоящее знание. Рассказывая кому-то об этом, оно действительно укрепится в нашем сердце. И тогда у нас будет чувство, да, действительно, я знаю. А если у нас нет возможности рассказывать об этом, мы всегда будем думать, я ничего не знаю и ничего не понимаю. Хорошо. 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 Продолжение после кертана. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому я думаю, почему они должны делать так много любви, они должны иметь любви к нам. Вы не знаете кого-то, понимаете? Он понимает. Теперь скажите, что происходит. Его звали Ишин. И Ишин очень хозяйственный человек. Он думает, ладно Вриндаван, ладно Баджан, я с собой какую-то сумму придержу. И он с собой берет 8 золотых монет на черный день. И когда они идут лесами, они могли идти дорогами, чтобы не быть пойменными и даже узнанными, все-таки премьер-министр, они идут лесами, дремучими лесами. И нужно было перейти через горы. И только человек, знающий проводник, мог провести их через горы. Они останавливаются в одной из харчевень, которая находится у дороги. И тут харчевник с такой любовью, с таким приветствием начинает чуть ли не обнимать этих неизвестных ему людей, странников. И предлагать им все, какие только можно удобства в этой харчевне. И вот тут Санатана Госвами Патт почувствовал неладное. Он ведь премьер-министр, он прекрасно знает, что люди без собственного интереса никогда ничего подобного не делают. значит, что-то они затевают. Мы ничего из себя не представляем, мы просто бедные странники. Почему к нам такое особое обращение? Он стал добытываться у своего слуги Ишина. Ишин спросил он, ты с собой что-то ценное имеешь? Ишин сказал, да, у меня есть, я взял с собой 7 золотых монет, сказал Ишин. В Индии есть на самом деле хорошие астрологи, которые могли в то время определить не только твою карму, а еще и определить до данный момент, вот сейчас к нам уйдет человек, и у него такая-то сумма денег, насколько это богатое. Вплоть до восьми этот астролог, разбойника, личный астролог, сказал, что у них 8 золотых монет. Это большое состояние все равно золото. И Сама Тагасаипад забрал у него 7 монет, выложил перед харчевником. И харчевник аж заплакал от счастья. Он говорит, ой, спасибо, вы меня спасли от греха, положил руку себе на сердце. Я просто намеревался даже забрать у вас силы, если бы вы не отдали мне эти деньги. Но я знаю, что у вас их там 8. И тогда Сама Тагасаипада стал спрашивать, дай шоуи шана. И он сказал, что да, еще одну монету я оставил на крайний случай. Сама Тагасаипада тогда ему ничего не ответил. Впоследствии потом он вернет его обратно. Он скажет ему, что с такой верой нельзя идти во Вриндаван. Только когда у тебя полная вера в Кришну, тогда нужно идти во Вриндаван. Он забрал у него эту монету и тоже отдал харчевнику. А потом... А потом... Он побоял, что Ишн имеет еще одну инь, еще одну монету. И он также взял его к киперам. Да? Продолжение следует... 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 в отречении, на подаянии ходить в царских одеждах. Как же он может жить тогда на подаянии? Как же он может жить в царских одеждах? Как же он может жить в царских одеждах? И после того, как он изменился в царских одеждах? Да, тогда он только взял старые одежды из Чандра Шахара. Да. Так что, вы знаете, некоторые люди приходят, но для них нужны какие-то экстракты. Это очень хорошая история для новых людей. Так что они приходят в царских одеждах, и потом приходят. И только одни, она сидит там и говорит, а если они неlegt, какая-то из них нужно- чего-то. Но это не надо. Это класс, но не в need. Да? Как они идут в царских одеждах, как они сюда учатся, как они учатся, в Тарского Арттендах. Это класс для нужных людей. Это с ним, если они учатся, с другой стороны, и для них есть экстра-класс. Это самое лучшее. Новые люди никогда не связаны с этим. Понимаете? Амал? Индрелекха? Прийди сюда. Пахарачан. Катан. Когда с чатана, с Чатана, с Махаправа, с болееатлой, в основном ДГс, как это вот из г termашин. Или как-то из-под его. Но как-то, как-то из г termашин, он любил меня. Она говорит, он поднялся, что он ходит вместе с Блотом. И Махаправа говорит. Но я увидел, что они в коем-то. Агур, карпура, Продолжение следует... 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 Да, 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 да. Да, 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 да. 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 Да, да, да. Да, да, да. Да, да да, 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 да. И так, зачем сейчас Натан Гаслайбад собирается? Послушайте внимательно, и вечером я буду спрашивать у людей о том, зачем было написано, появилась надобность в бригадах Бхагаватамритам. Шина Санатана Гаслайбад начинает его писать, задумывать. Зачем? Уже есть Шимат Бхагаватам, описывающие все самое главное, всю суть, все ступени, всю расу, все там есть. Но Санатана Гаслайбад знает, для какого интеллекта Шимат Бхагаватам написано. Не для людей Кали-юги. Людям Кали-юги не способны его даже долго читать. У него сознание отключится. Не то, чтобы понимать сущность, понимать, что дает Шимат Бхагаватам. И поэтому для людей Кали-юги, у которых нет времени, какого времени, в Сатя-югу жили люди по 100 тысяч лет, в Трета-югу по 10 тысяч лет, в Афара-югу тысяча лет было. У них есть время изучать Шимат Бхагаватам, если бы он там был бы. Но в Кали-югу, даже не 100 лет, у человека время тут подсчитывается минутами, куда он какую минуту тратит. И вот для того, чтобы люди все-таки смогли с этим соприкоснуться, для того, чтобы они могли понять суть ведического знания, поэтому Саддага Сайвак пишет Брихат Бхагаватамритам в очень привлекательной форме привлекательных историй, тем не менее раскрывающей суть Шимат Бхагаватам. Там ближе mett命 в themом. Но здесь в Кали-югу, человек, который сказала, что жена им как add Егон, по всем прочим, что JYouTube – это Егоновидность свят в Майаваде 없습니다. b b в Майавадеenden от педы 2019, которую GA так называют Крамовым, и сerin коем-ковым, с anti брием belong на Земле. your life. So karma is the top most, Sankhya, Patanjali, so many many philosophies, you know, so many. I don't know Russia what kind of philosophy, you know, or India so many yogis, so many karmi, so many jnanis, so, so many many, you know, many many preachers are coming, they are telling this own own idea. Now what can I do? This Jeeva, you know. So, so Srisanathan Goswana means he is writing this Vrihat Bhagavatamritam. So, Sanatana Goswana writes this Vrihat Bhagavatamritam how very sad time they are understand, they are understand to, and he is the essence of all scripture. Bhagavatam is the essence of all scripture from Bhagavatam. Arthaya, Brahma, Sutrana, Bharata, Arthaya, Gaitri, Bhasa, Rupa, Veda, Arthaya. Well, this Vrihat, Bhagavatamritam is also Vrihat, but this is the essence of this Vrihat Bhagavatamritam, but it is so timely they are telling what is the essence of all scripture. So, so many philosophers, so many philosophers. So, so many philosophers. между людьми, занимающимися духовными практиками. В России тут очень сложно вообще кого-то просто к какой-то практике привлечь. А там люди, занимающиеся серьезными духовными практиками, подразделяются на карми, дьяни, йоги и бхакты. И вот между ними идут непрекращаемые споры о том, что люди в Кали-йогу не способны понять Шримад Бхагава. Бхагава там учен бхакти. Но люди там усматривают карму, люди там усматривают дьяну, люди там усматривают йогу о том, что это является самым высшим. И спорят по этому поводу. И Бхагава там — это суть всего ведического знания. Это само объяснение Гаи Три-манты. Это суть, главная сущность Махабараты. Это суть вообще всего ведического знания. Но как это может быть доступно для людей Кали-йоги? Именно для этого Шримад Санатана Га-свай-пад и начинает заново описывать истории, в которых показывает путь бхакти, о том, как бхакти превосходит все остальные в духовной практике. То есть, есть ли это суть? Так, сейчас я вопрос. Здесь есть олажность о вскрытире. Олажность о вскрытире, о том, как он является сердцем, от Санатана Га-свами. Он говорит, что это только ма-схия Продолжение следует... 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 Сегодня за ним должен уже исполниться это проклятие, и он должен умереть от змея-тараки. У него оставалось совсем немного времени, и нужно было передать этот смысл. И тогда он начинает за это очень короткое время излагать истории, которые приводят постепенно к этому пониманию. Он дает саму суть того, что за все семь дней услышал, сейчас за короткий срок. Это можно сравнить с тем, что если пахтать молочный океан, то тот нектар, который появляется в молочном океане, это является суть этого молочного океана. То же самое делает Парикшет Махарадж. Он просто вспахтал все свое знание, которое получило Шукадев Госвами, и передает суть в сжатом виде Шаман-бхагаватам. Да, и когда он начинает, это Брият Бхагаватамритам, первое, он начинает обращаться к Стре Чайтанна Махаправу. Он рассказывает, что это Чайтанна Махаправу, почему он пришел к этому материалу, что он делал. Он начинает обращаться к Стре Чайтанна Махаправу. Он почитает опортироваться к Стре Чайтанну Махаправу. Продолжение следует... 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 Но он говорит, но поклонение моему преданному гораздо выше, чем поклонение мне. Почему? Почему Кришна, почему поклонение ващнавам является выше, чем преданным? Потому что ващнавы — это жизнь Кришны. Невозможно представить царя без подданных. Само царство, само все это величество не имеет смысла, если не перед кем это показывают, не перед кем это все, не для кого. То есть если бы мы здесь не собрались, Махараш бы не приехал, не давал бы Катху. И точно так же, если бы не было бы Кришны, не было бы и преданных. То есть преданные, они очень дороги Господу. И мы знаем историю Амбариши Махараджа, когда Дурваса Муни, он пришел к Амбариши Махараджу. И там была такая история, что Дурваса Муни проклял Амбариши Махараджу за то, что... Ну, все знают, да я обущу эту историю. За то, что он пораньше прервался, не уделив внимания гостю. Ну, там, Парам был такой очень хитрый. И когда Дурваса Муни, он убежал по всей вселенной, он пришел к Брахме. Тот сказал, что ты знаешь, я не могу ничем помочь. Он убегал от этой чакры. И он сказал, может, тебе Шива поможет? И тогда он побежал к Шиве. Шива сказал, ну, это чакра моего господина, я ничем тебе не могу помочь. Тебе нужно обратиться непосредственно к Вишну. Вот, и тогда Дурваса Муни пришел, и Вишну, что он сказал? Он сказал, садова гридея махэм, саданам туа гридея махэм, матанян тэна дянантин, наган тэбео манагапи. Он сказал, что преданные, они, они мое сердце. Я не завишу от, я не имею независимости, то есть, и мои преданные также, я завишу полностью от них. Я постоянно думаю о них, и они постоянно думают обо мне. Я являюсь их сердцем, их сердце является мной. Так вот сказал Господь Вишну. И тогда ему пришлось вернуться, и он сказал, что тебе нужно просить прощения у Вишнава, у того, кого ты оскорбил. И впоследствии Дурваса Муни, он вернулся к Амбаришу Махараджу, и конфликт был исчерпан, так сказать, вкратце. Так какие же бывают оскорбления? В этой истории мы можем видеть, что было совершено оскорбление, и из-за этого оскорбления Дурваса Муни чуть не лишился головы. В Ведах описывается, что есть шесть видов Вишнава-аппаратов. То есть, бить Вишнаву и любить. Ну, на самом деле, это сложно представить, как здравомыслящий человек, он может взять, ну, услышав все это, всю славу о Вишнавах, взять или ударить или убить. Это, конечно, ну, относится, скорее всего, тех, у кого нету веры в Вишнаву. Если у человека нет веры в Вишнаву, то он может оскорбить его, хулить. Каким образом? К примеру, на Гриди Ди в прошлый раз я рассказывал классный пример, и у меня он запомнился. К примеру, едет два человека в поезде. И один случайно чай пролил на второго. И тот начинает, ты что сделал, потасовка, начинает его там бить, там, колотить. Вот. И впоследствии узнается, оказывается, что того, кого он бил, он оказывается очень, ну, авторитетом, там, подполковником, к примеру, да. Вот. И сделал бы он это, если бы он знал до этого, кем он является. Нет, конечно. Он сказал, ну, ничего страшного, нормально, что, пройдет, я тут это высушу. Вот. Чай, подумаешь, не кислота же. Вот. И точно так же, если мы поймем славу Вишнава, то мы не будем совершать оскорбления, не будем хулить. Вайдвэшти означает гневаться. Вишнава, то есть, круда теяты, но гашам даршаны будь нанешат. Далее, не приветствовать Вишнава. То есть бить, хулить, не приветствовать, гневаться, не приветствовать Вишнава, не быть счастливым, когда видишь Вишнава. И не завидовать Вишнаву, вернее, зависть Вишнаву, это являются шесть причин падения. Преданный, он совершает такие аппаратки, он просто сжигает семя, бхактилату, и очень суровые последствия в итоге будут. Далее, какие виды Вишнава бывают? Вишнава описывается в Шимадбахтум, что есть три вида Вишнава. Каништа, Мадьям и Утам Вишнава. Каништа Вишнава, Араднам Сарвишам, Каништа Вишнав, он, у него есть вера в Арчину, то есть Божества. Он услышал, что Господь, он неотличен от Божеств. У него есть вера в Господа в целом, и поэтому он креплезно служит Божествам. Но у него еще нету сильной веры в Вишнава. Нету сильной веры в Гуру и Вишнава. И поэтому его называют Каништа. Мадьям и Утам Вишнава отличается тем, что он уже различает людей, различает с кем как общаться. То есть Господу он проявляет любовь. Ишвару он любит. То есть Кришну он любит, с преданными он дружит, с невинными он проявляет милость, то есть общается с ними, рассказывает и так далее, делится опытом. И завистников он избегает. Такова гулификация, то есть качество Мады Матикари, тот, кто находится на среднем уровне. И Утам Матикари Ишваре Сарабудэшвих Пашат Бхагават Бхава Атмана Бхутани Бхагавати Ишат Бхагавата Оттама. Утам Вишнава считается тот, кто все видит в связи с Господом. Он понимает, что все, что существует, это проявление Господа. И он также видит, что все преданные, они имеют бавы, то есть все вокруг они служат Бхагавану. И он уже не видит разницы, потому что он считает, что все служат кроме меня. И поэтому у него есть настоящее смирение. И он считает себя самым ничтожным, самым падшим. И все вокруг его великие преданные. И поэтому его считаются Утам Вишнавом. Почему же Кришна так любит Вишнава? Почему же Кришна так чувствует, что у Него большой дух перед Вишнава? Почему? Кришна так любит Вишнава. Амбариши Махараджи, он не сталкивается в одном месте. Он сказал, что О, Господи, я полностью желтый к вам. Если вы убили, то никто не может убить меня. Если вы убили, то никто не может убить меня. Это депутат, это Ракши-сати-рити-мишваса. Он полностью убил меня. Он не мог убить меня. Но этот чакр, он сейчас следует к вам. Сначала вы были Брахмалак, Сибалак. Он пришел к Вайкунхе. Но вы не можете повернуть его. Вы не имеете в виду в меня. Вы можете посмотреть, что это не имеет качество. Когда Адубаса Ришем появился там на Вайкунхе, перед Нарайной. Нарайной его стал так ругать. Он говорит, да, ты так высоко о себе думаешь. Тот же, о чем говорил. Я же Брахман. Я же великий Риши. Почему ты выбрал на стороне? Ты никак не хочешь мне помочь. Ты на стороне этого семейного человека, царя. Он вершина наслаждений в материальном мире. Почему ты встал на его сторону? И вот тогда Нарайной стал его ругать. Он говорит, ты так высоко думаешь о себе, да? Ты такой треченый, такой саньяси, такой Брахман. Он говорит, посмотри, как это все происходило. Когда ты выпустил своего огненного демона на Амбариша Махараджи, тот ведь даже не сопротивлялся. Он просто со сложенными руками сложил руки и был готов принять свою судьбу, свою участь. Вот это и есть настоящее Рахшиша Ати Вишвасо. Вот это и есть настоящая вера в меня. Он при этом как был готов? Он думал, если Господь хочет помочь своему преданному, то Он поможет. Если Кришна хочет, чтобы кто-то жил, никто не может этому препятствовать. Если Кришна хочет, чтобы кому-то прекратить жить, к этому тоже никто не может препятствовать. Вот Он на сто процентов полностью предан мне на мою волю. А ты? Я отправила чакру, то же самое на тебя. Ты тоже стоял там со сложенными руками, готовый принять свою участь? Нет. Ты сразу от нее стал убегать. Ты еще как убегал по всем этим вселенным, убежал к Браме за помощью, за Шивой. Это вот ты такой преданный. Это такая вера у тебя. Вот если говорить о настоящей вере, о настоящей преданности, то это как раз и Амбаридж Махарадж. Амбаридж Махарадж. Амбаридж Махарадж. Амбаридж. И Кришна продолжает. Как дорогие мне преданные, насколько, почему дорогие мне, потому что ради меня они готовы на все. Они имеют веру только в меня, они преданы только в меня. Ради меня они готовы пожертвовать всем тем, что для любого человека является самым ценным. Ради меня они могут пожертвовать своей семьей. Своей семьёй, своими родственниками, всеми своими привязанностями. Сарва-дарвам-паритаджа, мам, эйкам, шарнам-бариджа, Кришна, они ради меня одного оставляют, могут пожертвовать всей своей жизнью. И Кришна, Он говорит, О, Гопи, на паре ам нирабадья санчу-жа, са-саду-гирта-виву-дхай-ву-саввиву. Если я принимаю жизнь, как я принимаю жизнь, я не могу приобрать себя. Я не могу приобрать себя. Вау-вай. Ду-стей-я-ар-я-патхан-ча-хитва. В отношении очень сложности. Кришна говорит, что мои преданные, их преданность такова, что они готовы всем пожертвовать на Меня, даже самым ценным. И высший среди них это гопи. Кришна признается во время танца Расы на Параяхам, Он говорит, вы отдали все для Меня, все самое ценное, легко, без задержки, без смущения, даже ни тени, ни думая, полностью отдали Мне свое сердце. И пожертвовали всем самым дорогим для каждой женщины, для каждого человека. Поэтому я никогда не смогу отплатить Вам за такой долг, даже если у меня будет жизнь в течение жизни Брахамом. Бравяна, подним Anh, что мы еще? about it. Насажда, why Krishna stays only в ходу саду? Their reason is that this hard is completely peaceful. Where peaceful, only there can rest. And where there is so much cloud not possible can rest. Why every day, the hard of every living entity, there are so many��이, dhanam janam kavitha Шал Нарату Мадастак, он говорит, «Гувинда живет только в сердце Саду». И я являюсь их сердцем, и Говинга всегда отдыхает у них в сердце. Почему? Потому что там он, наконец, обретает покой и усладу. Почему? Все в этом мире носятся за бредовыми идеями богаст, за бредовыми идеями последователей, красивой жены и так далее. А саду, они наоборот говорят, не нужны мне богатства, не надо, не надо, не нужны мне никакие последователи, не нужна мне никакая поэзия, никакие наслаждения в этом мире, тонкие виды наслаждения, не нужна мне некрасивая жена, никто мне не нужен, мне нужен только ты. В их сердце только бхакти, только любовь и преданность к нему, и поэтому только там Господь находит свое успокоение и отдыхает. Именно поэтому Кришна сам предлагает поклоны, нижайшие поклоны своим преданным. Болосвей бхактават салабхагавани ки? ШАР! Вы коварди ки? ШАР! Нитайгаурбраванану де ядья! Так что вы все доводите? Вот говорит, вы все такие предыдущие. Да? Хорошо. Теперь вы закончите здесь? Это восстанавливаем хорошо. Кирта? Нет, нет Агурджи. Нет, нет Агурджи. Нет, нет Агурджи? Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо. Хорошо. Вы пришли новые люди, и для них это класс. Это новое, я думаю. Да, это новое. Да, это новое. Да, это новое. Это будет очень красиво. Это будет очень красиво. Это новое класс. Я думаю, что вы не понимаете. Я понимаю? Да. Что-нибудь помнили? Поняли сегодня. Я мокру. Да.